Треть россиян начали экономить на ремонте и обслуживании автомобиля. Такие данные приводит одна из крупных страховых компаний. Это вынужденная мера, признаются автовладельцы, ведь оригинальные запчасти сильно подорожали или вовсе пропали с прилавков. По данным статистики, урезают расходы водители не только на запчасти, но и на расходные материалы, а также стараются отказаться от мелкого кузовного ремонта. А как кировчане экономят на обслуживании и ремонте авто, узнаем из рубрики «Мобильный журналист». Как вы считаете, стоит ли экономить на обслуживании машины? Ну, если на топливо, можно экономить. Я ее не обслуживаю, она не на меня. Ну, а у вас своя есть? Своей нет, только мотоциклы. А на мотоцикле? Сам обслуживаю. Причем очень не экономлю. Боком выйдет в дальнейшем, если экономить на обслуживании, на масле, на всем. Ну, так что нет. Чтобы дольше ездила техника, значит, ее нужно хорошо ухаживать. Стараюсь не экономить. Боком выходит. Ну, а что, допустим, если оригинальные запчасти или нет? Покупаете что? В зависимости, как это сказать-то. Бывают не оригинальные, качественные, но они и дороже. А так? Не экономлю. Не экономлю. Машина должна работать, должна работать всегда и должна работать хорошо. Если нет тормозов, это не машина, правда? Как-то не можешь экономить. Сейчас на иномарках запчасти такие дорогие. Или оригинал ставишь, или какой-нибудь БУ. И вот стоишь перед выбором, БУ поставишь, на сколько его хватит. Оригинал сейчас денег стоит, сами понимаете. Ну, вы что выбираете в итоге? Ну, смотря какие детали, если где-то ответственные для двигателя, то, конечно, оригинал для коробки передач тоже. Но если какой-то там крепеж, что-то, ну, там, конечно, можно будет.